Заводчане Сиблитмаша сегодня получили георгиевские ленты. В этом году символ Попеды не раздают на улицах. И все-таки получить ленточку можно. Волонтеры передают их в аптеки, магазины и на предприятия. Елена Богатырева с подробностями. Презмерение Попеды примет участие в акции «Георгиевская ленточка». В этом году георгиевские ленточки по соображениям безопасности не раздают на улице. Сегодня утром рабочим завода Сиблитмаш их вручают прямо на проходной. 9 мая – это наша гордость, победа. Мне уже 75 лет этот праздник. Для меня это все. Вот и символ, символический праздник. Я сейчас считаю его самой лучшей праздник. Для нашей России, да и для всех. Завод Сиблитмаш выбран не случайно. Именно здесь отреставрировали чашу вечного огня монумента славы. Здесь же отливали буквы для пилонов с именами новосибирцев, ушедших на фронт. Для меня лично эта акция тоже очень многое значит, так как «Георгиевская лента» безусловно – это символ доблести, достоинства. И для нас всех это безусловно важно в День Победы. Пять сотен лент заводчанам раздали за час. Рабочие первой смены брали атрибуты Дня Победы для напарников и для домочадцев, чтобы выразить уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам. Мой дед прошел в артиллерийских войсках. С 1942 года он начал, принимал в Курске, до Берлина дошел, на Рейстаге расписался. В основном был в артразведке. Всю войну провел в разведке. Носить «Георгиевскую ленточку» нужно слева у самого сердца. В этом году массовых шествий и гуляний не будет. Но «Георгиевскую ленту» можно прикрепить, например, на окно в своей квартире, чтобы показать – никто не забыт, ничто не забыто. Елена Богатырева, Александр Сульдин, Евгений Макаров. Новосибирские новости.